Мы на месте. Мы приветствуем Оскарса, интересуемся готов ли он к диагностике и чистке, доверить ли он нам свое биополе на период сеанса. Он, знаешь, стоит как марионетка какая-то. У него так в стороны расставлены пленые руки, ладошками вверх, глаза подняты к небу и такое ощущение, что он как на подиуме, и у него как такой штырь торчит снизу, который крутит вокруг себя. Это все в тонком теле, да? Да, это все. Он не видит нас. Такое ощущение, что он играет сцену какую-то. Глаза отпустил, смотрит на тебя, но он все еще в роли. Ладно, сейчас найдем этого режиссера, который это все устроил. Скэнер. Просканируй Оскарса, отключи, выведи из него эту подключку. Включай эту подключку, все чипы, датчики, импланты, микрочипы и конвекторы. Все это подсвечивается. Скэнер видит их четко и ясно. До ста процентов выводит эту подключку из него вместе со всем перечисленным. И как оно выходит? Силой моего намерения я отправляю в клетку-тюрьму. Пошел процесс. У него как наушники подсветились через голову, в уши и дальше по тонким телам идет эта зеленая чакра тоже в две стороны, как при соске. И дальше вниз идет к этому подставка подиум, там как кол такой от спины идет вниз. Все это выводит скэнер. В носу лицо полностью с подключкой. Кнопка длинная вышла. Отправляю в клетку-тюрьму. Обращаясь к Оскарсу, Оскарс, вы меня видите, вы меня слышите. Он себя трогает. Он как упал сперва на колено, сейчас стал себя трогать, вокруг себя смотрит. Где я? Меня зовут Влад, это Вера. Вы обратились за помощью чистки от интерферентов. Сейчас мы убрали из вас подключку, которой вы были полностью подключены и не в состоянии. Вы даже не слышали нас. Вспоминаете об этом? Да, это она. Вы нам даете разрешение? Его как трясет. Да, он просит убрать того, кто это поставил. Хорошо, мы сейчас найдем. Не беспокойтесь, вы уже здесь. Вы даете свое согласие на работу нашу? Он говорит, да, я думаю, вы сможете мне помочь. Даю команду на счет 3. Скэнер сканирует пространство над головой Оскарса, под ногами, 360 градусов вокруг него. Скэнер сканирует все 7 тонких тел Оскарса, находит все. Выстраивает этой голограммы каналы к ответственным, притягивает всех ответственных за эту голограмму в клетку-тюрьму. Все по цепочке в клетке. Да, будет так, а так и есть. Здесь ящерка маноид. Хорошо. Дальше у него есть инсектоид и бес, все. А куда уже больше? Над клеткой ответственного за проблемы с сердцем. Загорается зеленый маячок. Это конструкция, это полностью у нас уши, нос, и как трубка дальше проходит к сердечной чакре, там как раздваивается, и пересоски стоят одна со стороны сердца, другая с другой стороны, и идет ниже ноги. Копчик. Кто ее установил, эту конструкцию? Гомонайт. По заказу ящера? Да. Одну шток энергии полнейшего у него. Хорошо. И сегодня ты испытаешь замечательные ощущения, которых ты еще никогда не чувствовал. Ты попал именно в то место, где это возможно, гомонайт. Сегодня эта конструкция будет установлена на тебя. Ты получишь полнейший откат всех этих эмоций, все, что пережил, Оскарс, от твоей конструкции. В течение одной минуты. Он говорит, что эта конструкция не создана для моего хрупкого тела. Твое хрупкое тело получает удар 150 тысяч герц. Удар. Это тебе просто предвкушение сейчас, что начнется гуманоид. У тебя есть контракт с этой душой на то, что ты здесь находишься. Ты ему прыжок плечо, и он как недовольный. Нет контракта. В моих руках появляется шар с живой плазмой. Я тебе могу предложить сейчас этот вариант. Тебя он больше устроит? Или тебя ящер? Тут ящер захрипел. Ящер. Пошло дышать начал. Третья информация. Сколько эта голограмма стояла в этом биополе, Вера? Четыре года. Какой у нас ящер, Вера? 345. Хорошо. Уже генеральский чин. Откуда гуманоид? Он говорит, с других пространств. Гуманоид получается 150 тысяч герц. Удар. Если ты еще раз посмеешь так ответить, третий удар будет уже живой плазмой. Я тебя предупредил. Все. Закончили шутки, гуманоид. Итак, пошла информация. Откуда гуманоид? Хорион. Хорошо. Сколько находился в биополе гуманоид с ящером? В конструкции 4. Они находились около 5 лет. 5 лет. Сколько инсектоид находится в этом биополе? Год и 8 месяцев. Сколько у тебя инкубаторов? Один. Какой у нас биосфера? Восемь. Сколько ты находишься в биополе? Шесть месяцев. Начинаем с реверса энергии в процессе работы. Я, возможно, буду задавать вопросы. Вы будете на них отвечать. Кто будет отвечать как гуманоид? Последствия вы видели. Даю команду тонкой копии Оскарса с проецировать все энергетические и сферические каналы к ящеру, гуманоиду, инсектоиду, бесу и голограмме. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение. Все чужеродные негативные патогены низкой аббрационной энергии, откат всех негативных программ негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Оскарсу. Усилие потоки в 100 раз. Все. До 100% возвращается назад. Скэнер, пока идет реверс. Просканируй Оскарса на микрочипы. Не осталось ли что-то незамеченным? Остались у него красные точки еще. Выводи эти все точки и формируй их в шар перед Оскарсом. Пошел процесс. Готово. Отправляю в клетку тюрьмы эти точки. Выстраиваю прямой канал от Оскарса дополнительно к этим точкам. И он надает реверсом все негативные патогены низкой аббрационной в эти точки. Один, два, три. Поток пошел. Все негативные патогены возвращаются назад. Отправляю эти точки в клетку тюрьмы. Закончился реверс. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса. Оскарс забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Скэнер, дай мне полноту души Оскарса на настоящий момент. У меня душа возвращается, видимо, из конструкции, потому что цифры бегут. Сколько было? 96, 97, 98. Хорошо, дай мне цифру та, которая была на момент, до того, как мы возвращали. 91. Значит, 9% души находилось в этой конструкции. Хорошо. Да, распределена была. Реверс идет назад к нему. Готово. Начинаем с вытаскивания того, что вы оставили. Начинаем с инсектоида. Выходи, вытаскивай свой инкубатор, отключайся полностью, снимай все крепления, чтобы следа твоего не осталось в биополе. Возвращайся назад в клетку, докладывая готовность к проверке. Она будет проведена скэнером несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит или забудет, сгорит. Готово. Пес, твоя очередь. Выходи, вытаскивай, снимай все, что ты оставил на своей чистоте. На месте доложи, что ты все снял. Путы у него на ногах тонкие, такие запутанные. Путы? Хорошо. Да, как нитки такие. Готово. Бес, скажи мне, где лярва находится в биополе Оскарса? В горло. И еще где? В сердце. От чего в сердце? В пояснице вниз. Хорошо, а от чего в сердце? Кто ответственный? Он почему-то показывает вот эту конструкцию. Она от горла и к сердцу. Она как-то узкая-узкая такая. Понятно. Задавливает. Хорошо. Хочешь получить эти лярвы? Хочешь. Забирай. Возвращайся назад. Так смотрит Сапаска, он тебя боится. Не надо меня бояться. Не надо меня бояться. Ты не такой вред нанес, как эти два паразита. Поэтому я тебе разрешаю их забрать. Ну, забрал. Пусть они боятся. Хорошо, идем дальше. Скеннер, просканируй сейчас Оскарса на чистоте ящера, гуманоида и этой голограммы. Осталось ли что-то еще, что мы не вытащили? Чисто. Даю команду на рассинхронизацию Оскарса с ящером, гуманоидом, их голограммой, инсектоидом и бесом. Пошла рассинхронизация. До 100% заканчивается автоматически. Готово. Даю команду скеннеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Подхожу к Оскарсу, помогая моей энергией отстегнуть ему все каналы на счет 3, 1, 2, 3. Удар. Отлетают каналы. Открывая воронку в галактическое ядро и каналы улетают на переработку. Закрывая, печатывая, растворяй. Готово. Хорошо. Итак, инсектоиды больше никогда в это биополе не придешь. Тебе это понятно? Понятно, да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте инсектоида. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Готово. Вес, хочешь получить эмоциональный фантом? Хочет. Тогда назовешь мне пару первопричин, чтобы я знал, из чего все вытекает. Выходит эмоциональный фантом Оскарса. Проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также все низкое аборационное эмоциональное энергии. Им же сгенерированное проецируется на его эмоциональном фантоме. Фантом выходит. А фантом выжила, здесь страх, тревожность, здесь тревожность за здоровье, какой-то шлейф идет, как медикамент. Забираешь бес? Да. Сворачивай эти энергии в шар, спрашивай Оскарса, готов ли он расстаться с этими энергиями? Да, готов, пусть забирает. Отправляю бесу эти энергии. Готово. Хорошо, бес, я тебя отпускаю первый раз на твою чистоту, больше в это биополе ты не приходишь, тебе это понятно? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте беса. Забирай все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. Ли, у меня здесь преступная группировка ящев 345-й, гуманоид Сориона, 5 лет, находились в биополе, 4 года стояла конструкция, по максимуму вытаскивали энергию. У человека начались проблемы с сердцем, потому что там трубка, она как бы сжималась в конце и мало, видимо, поступала энергия. Но здесь практически в моих глазах это уничтожение. Мы заберем их и подключку тоже забираем. Благодарю тебя. Она здесь в той стороне комнаты, 3 отсека открывается и они выходят туда, у них как соединение такое, куда-то забирают. Хорошо. Готово. Отлично. Клетка пустая, Вера. Да. Хорошо, можем идти дальше. Поехали по частотам. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Оскарс, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Мне очень легко. Я большой и легкий. Мои энергии очень приятные. Отлично. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа для того, чтобы все эти энергии перешли на физический план. Для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Оскарса в его систему биоробот-душа. Заводим, подключаем к каждому органу клеточки и извиленьки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта и поднимайся в комнате диагностики. Пошел подъем. Продолжение следует...